Всем привет! С вами Anedad Customs и сегодня мы будем с вами изменять оптику по второму варианту стиля шокотан. Вот в этом самом выпуске я видоизменял оптику, а точнее красил в матовый черный цвет накладки на фары. Для того, чтобы вот получилось вот так вот короче. Ну это японский стиль, ко-ко-ко. А теперь мы будем еще видоизменять оптику. Так сказать, у нас будет два вариантика. И это, так сказать, японский вариант бэтбоя. То есть у нас его делают вот так, а в Японии его делают вот так. Но мне кажется так и проще, и намного дешевле, и мне кажется смотрится даже как-то получше. Потому что в нашем варианте нужно было наваривать, в русском варианте, наваривать на капот железку, все это крашить, перекрашивать. Ну нафиг, мы просто с вами повернем фары. Давайте попробуем! Фара у нас не под нужным углом. Я ориентируюсь обычным болтиком, который прикручивают на эти фары. То есть та фара у нас, болтик свободно проходит даже с запасом. И здесь у нас болтик между вот этой вот поверхностью и нижней частью фары, он у нас прям вот тютелька в тютельку встает. И мешает ей вот здесь вот верхняя часть. Вот этот вот буртик, собственно, нашего очечника. Поэтому нам нужно его будет очень аккуратненько, так сказать, подогнуть. А аккуратненько это мы сделаем пассатижами, обертными в платочек. Для того, чтобы более сделать точными наши отверстия, я использую сверла разного диаметра на шуруповерте. Это я не знаю какое, но самое маленькое. Следующая уже покрупнее сверлышка. Ну и, наконец-то, уже шестерочка. Итак, наши фары Bad Boy можно использовать в двух, как бы, стилях. Можно с решеточкой радиатора, а можно и без. Но для того, чтобы смотрелось без решетки радиатора, нам нужно будет красить всю оранжевую часть, так сказать, внутри, в недрах нашего автомобиля. Чтобы было все черненько, так сказать, пасти. Но в обоих случаях, как бы, без решетки пока оставим, пусть потом будет пока с решеточкой. Но для того, чтобы у нас и с решеточкой все смотрелось четко, нам нужно покрасить вот этот вот обод фары. Как у первой, так у второй, потому что при наклоне она у нас начинает немножко виднеться. Итак, у нас есть первая фара, у нас есть вторая фара, и сейчас мы начнем кастомайзить. На моем москвиче стоят две разные фары. Это, значит, советского производства Чехословакия. Видите, она такая под таким бугорком. А вот это вот Осваровская, город Вязники. Намного упрощенная и никакой выпуклости нет. На мой взгляд, вот эта намного смокроваще смотрится. Ну, может быть, найду оригинальную, вторую фару, и будет все четко. Но пока красим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая вот классная бэтбой-морда получилась у нашего москвича. Мне очень нравится. Прямо вот по канонам Японии. Но у нас не хватает одного очень важного аксессуара, который присущий стилю шокотан и всем японским тачкам вот в этом стиле и рядом с ним состоящий. Это масляный кулер, который вот здесь он должен висеть. Надо это исправить. А вот и он родименький. Да, маленький. Да, удаленький. Но что есть. Ну и, к сожалению, еще пока не хватает трубок, которые будут вот так вот. Вальяжный туда идти, диаметр такого не нашел. Все это дело облагородится, сделается чуточку лучше. Но это уже потом я вам покажу, как финальный результат. Кстати сказать, переходи по ссылочке в описании в мою группу ВКонтакте «Анэд Кастумс Гараж» и проголосуй за понравившийся тебе вариант японской оптики на москвиче. Если тебе понравилось это видео, пиши в комментариях. Я говорю шепотом, потому что москвич получился очень злой. И если ты не перейдешь по ссылке в описании в группу ВКонтакте и в Фейсбук, то он тебе точно загарбунит. А я побежал отсюда. Страшно очень. Субтитры сделал DimaTorzok